КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ На чертежах скрытий необходимо указать размеры несущих конструкций и площадь их сечения. Сортамент и сечение арматуры. Расстояние между несущими конструкциями. Вид и толщину наката, размеры лак и расстояние между ними. Глубину опирания перекрытий. Вид и толщину слоя смазки по накату. Вид и толщину слоя засыпки. Толщину плит и сводиков для несгораемых перекрытий. На планах обследованных перекрытий должны быть указаны Места расположения, размеры несущих конструкций, пролеты балок и прогонов, расстояние между ними, места вскрытий, места инструментальных обследований, участки перекрытий с деформациями, повреждениями, ослаблением сечений, протечками и тому подобное. Контроль и измерение звукоизоляции перекрытий от возможного шума и приведенного уровня ударного шума следует производить в соответствии с нормами. Поверочные расчеты, конструкции перекрытий следует проводить для установления расчетных усилий, проверки имеющихся сочетаний нагрузок и определения необходимости усиления, исхода из фактических значений, показателей, установленных при измерениях. В зависимости от конкретной цели обследования здания, при обследовании конструкции балконов, карнизов и козырьков, следует выполнять работы, приведенные в таблице. Предварительным осмотром необходимо установить расчетную схему конструкции балкона или карниза, длина, ширина и толщина плит, длина и сечение балок, подвесок, подкосов, ртовых балок, расстояние между несущими балками, состояние несущих конструкций, трещины на поверхности плит, прогибы, коррозия стальных балок, арматуры, подвесок, сохранность покрытий и стяжек, уклоны балконных плит, и другое, состояние опорных балок и подкосов стен под опорными частями эркеров и лоджий, наличие трещин в местах примыкания эркеров к зданию, состояние гидроизоляции, состояние раствора вкладки, неоштукатуренных карнизов из напуска кирпича, в местах выпадения кирпича, трещины в оштукатуренных карнизах, состояние стоек, консолей, подкосов, кронштейнов и подвесок, кровли козырьков, Далее рассмотрим состав работ при обследовании балконов, карнизов и козырьков в данной таблице, где указаны цель обследования здания и выполняемые работы. Первой целью является выявление состояния балконов при постановке на капитальный ремонт, выполняемые работы, предварительный осмотр, выполнение вскрытий, механическое определение прочности материалов, поверочные расчеты. Второй целью является выявление причин деформации балконов, выявление характера деформаций, выполнение вскрытий, механическое определение прочности материалов, поверочные расчеты, испытания конструкции балконов пробным загружением.